Аэльный характер — это ребёнок сброшенный. Если шизоидный характер — это был ребёнок, которого ненавидели, то аэльный характер — это ребёнок, который пережил это чувство рая, а потом его потерял. И Бог дописал о том, что это испытание, которое ребёнок проходит в результате сепарации с матерью, оно вызывает очень много ненависти, поскольку мама оставляет. И оральная структура в первых два жизни, если шизоидный это внутриутробный и в первые месяцы развития, то оральная структура в течение первого года жизни. Базовый вопрос здесь — это вопрос зависимости и созависимого поведения. Это история про родителей, которые не были способны удовлетворить потребности ребёнка, которые лишали его удовлетворения этих потребностей. И когда вы видите перед собой орального пациента, это человек, который по ощущениям никогда по-настоящему не был окружён заботой, какой-то эмоциональной поддержкой, у них очень примитивные защиты. Знаете, что у нас есть защиты первичные, примитивные, есть вторичные. Батеральный характер — это в основном примитивные защиты. И у них очень мало потребностей, им сложно крайне сформулировать, что они хотят. То есть на вопрос «что ты хочешь?», человек зависает, он не понимает, что он хочет. Свои потребности, даже если мы до них доходим, они воспринимаются как какие-то чужды, плохие, они не должны быть, и они имеют право хотеть. И в процессе адаптации, по мере, так как ребёнок взрослеет, он пытается начать заботиться о других. То есть он другим начинает удовлетворять те потребности, которые не были удовлетворены у него самого. И у него есть такое убеждение, что если я позволю себе хотеть, то я снова встречусь с этими болезнями чувствами депривации, с этим отвержением. Это часто история про взрослых детей-алкоголиков. Они часто являются представителями такого орального характера. И они часто попадают в состояние срывов. То есть это депрессии, это серьёзные физические болезни, это какие-то травмирующие вещи, они где-то бьются, ломаются, попадают в какие-то аварии и так далее. Плюс болезнь – это же культурно-санкционированный способ требовать заботы. То есть если я болею, то давайте предъявляйте мне внимание, давайте отбежайте меня заботой. И для себя, и для других людей. То есть для себя это тоже оправдание такое. И у них очень часто можно видеть такой вот циклический характер. То они немножко в подъёме, когда они заботятся о других, вкладываются, как-то вот стараются. Потом они истощаются и уходят в состояние такого вялого, нервного, очень тяжёлого, какого-то депрессивного существования. И как защита у них часто наблюдается история про то, что я великий. То есть если я могу удовлетворять потребности других людей, я могу их спасать, и я становлюсь, соответственно, выше, чем я есть на самом деле. У них нет контакта с агрессией, со своей враждебностью абсолютно никакого. Даже если он может свои потребности как-то хоть как-то назвать, то уж говорить про агрессию там вообще бесполезно. Если мы говорим, что в норме страх – это сигнал о том, что что-то не так, для оральных людей страх – это травма. То есть переживание страха для них – это не сигнал о том, что что-то происходит и нужно с этим делать, а это очень травмирующее переживание, которое ещё больше увеличивает пассивность, то есть ещё больше их погружает в это состояние срыва. И у них есть хроническое раздражение, особенно вот в состояниях срыва это видно, но оно никогда не переходит в злость и в какую-то открытую агрессию. Вот, соответственно, попеременно внутри есть ощущение себя там великого, то всемогущего, которое может удовлетворять потребности других людей, то недоразвитого, бессильного, очень повреждённого, очень истощённого. Он похож, в принципе, по проявлениям на созависимый характер, на созависимую личность, но созависимость может быть не связана с оральной акцентуацией, то есть он может быть сам по себе. Вот, и рано или поздно в терапии таких людей возникает ощущение, что им никогда ничего не будет достаточно, что это бездонный колодец. Вы как терапевт его кормите, 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 да, и вот остальные клиенты, они как-то нарядаются и встают, да, этому достаточно не становится. И это действительно важный момент, потому что те потребности младенца, дошкольника, школьника, подростка, которые у него были, которые не удовлетворены, они не могут быть удовлетворены. Что утрачено, то утрачено навсегда. И здесь важно тоже в терапии в определённый момент мы приходим к этому, и важно прогревать вот это состояние. Ну ладно, если говорить про успешную терапию, как вот такой результат, да, успешным результатом терапии орального характера, будет, во-первых, восстановление своих потребностей, какое-то формирование вот этой зоны «хочу», провозглашение права требовать, да, когда я могу настаивать на том, что я чего-то хочу. Когда я распознаю, очень часто принято с ранним характером, это люди с нарушенным пищевым поведением. Сложно, например, идентифицировать голод и аппетит, чем отличается состояние физиологического голода от состояния психологического аппетита. И мы тоже этому их обучаем. Мы работаем со злостью, да, про то, что это нормально переживать злость, если твои потребности фрустрированы. И это нормально чувствовать себя в этот момент нормальным, да, а не каким-то там раздавленным, истощённым, брошенным и так далее. Ты можешь получить больше, чем ты когда-то получал, да. Всё, что тебе нужно, ты никогда не получишь уже потому, что, ну, нельзя докормить вот этого младенца. Но получить сейчас в этой жизни то, что тебе нужно, ты можешь. И ему нужно учиться тому, что оральные потребности, что вообще потребности, это естественно, это нормально хотеть. Если говорить про то, как развивается оральный характер, да, про этиологию, скажем так, обычно это родители, которые невнимательны или чрезмерно требовательны к ребёнку. То есть ребёнок у нас в первый год жизни, он находится в очень зависимой позиции. Его упорно подевают, греют, вгуливают, играют с ним, да, он очень во многом зависит от окружающих. А в случае орального характера он вынужден очень рано выйти из этой зависимости, этой позиции, перестать быть зависимым. При этом он остаётся нуждающимся. И, с одной стороны, такой ребёнок всё время пытается скрывать, да, то, что он зависим от родителей, потому что если он не скрывает, он встречается с какой-то вот там фрустрацией. И он всегда чувствует неудовлетворённость. Опять же, у нас есть разные потребности, да, но базовые потребности ребёнка, которые выделяют, это потребность в любви, в тепле, в сказке и в структуре. Это те потребности, которые должны обеспечивать родители. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова